Добрый день, меня зовут Наталья Мочу, я являюсь региональным директором Офиса Международного Союза Электросвязи для региона СНГ. Мы находимся в Москве, но плотно работаем со всеми странами нашего региона. Среди приоритетов я бы отметила развитие инфраструктуры, включая 5G, кибербезопасность. Мы видим высокую заинтересованность стран в региональных киберучениях, в национальных киберучениях, повышение цифровых навыков, включая цифровые навыки для женщин, для молодежи, для людей с ограниченными возможностями, построение умных устойчивых городов. Ну и, конечно же, цифровая трансформация является таким зонтиком всех задач, которые стоят перед нашими странами и, конечно, перед региональным отделением в том числе. Хотелось бы несколько слов, конечно, отметить относительно сложностей, с которыми страны сталкиваются. В первую очередь, это, конечно, обширная география нашего региона, совершенно различным рельефом. Это и удаленные территории, это и горная местность. И мы понимаем, что это налагает определенной сложности на нашу администрацию связи для обеспечения доступного и качественного подключения. Помимо этого, конечно, есть необходимость привлечения инвестиций и привлечения наибольшего количества партнеров в регион. Мы стараемся плотнее работать с агентствами ООН, также с финансовыми институтами, которые открыты к реализации совместных проектов в странах нашего региона. В настоящее время мы реализуем в регионе несколько разных проектов, но я бы хотела особо отметить один проект, который реализуется уже несколько лет подряд в Кыргызстане по обучению учителей и повышению их профессиональной грамотности. Например, в прошлом году было обучено более 100 учителей, большинство из них, кстати говоря, женщины, которые потом возвращаются в свои школы и обучают учеников в удаленных регионах страны. 100 обученных учителей дают нам возможность обучить цифровыми навыками порядка 100 тысяч учеников на местах. Как раз такой подход, мне кажется, очень эффективен и результативен, особенно для нашего регионального офиса, который не очень крупный, когда небольшими усилиями мы достигаем больших результатов. Хотелось бы продолжить в таком же духе и увидеть еще большее количество реализованных проектов и мероприятий в наших странах.